Тебе надо правильным образом найти место в этой жизни, правильным образом устроиться так, чтобы вот тебе было здесь хорошо, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было комфортно, быть богатым, здоровым, любимым. Я ничего против этого не имею, но при этом это не является целью жизни человека. Буддистские святые и христианские учителя, они говорили, что этот мир, он изначально не для комфорта. Этот мир богатых и бедных, боли и страдания, счастья и несчастья. И в этом отношении предназначение – это не какая-то специализация, это не какой-то поиск места, где тебе хорошо под солнцем. Человек не оса предназначения его, а в некой той картине мира, в той природе, которая сделала его человек. Твое дело в жизни – это не то, что ты делаешь, не всегда то, что ты делаешь. Пытаться бухгалтеру объяснять, что ты несчастен, потому что ты бухгалтер, а если ты начнешь рисовать картиной, ты сразу обретешь свое предназначение. Ну, наверное, с моей точки зрения, это не совсем честно. Привет, Олег. Привет. Мы давно не виделись и очень рады. Взаимно. Друзья, приветствую вас. Сегодня мне повезло встретиться наконец с Олегом, потому что Олег – это, по-моему, достаточно редкий гость в последнее время в Москве. Или я тоже редкий. Мы не совпадали просто с тобой. Но на самом деле, мне очень интересно с Олегом встретиться, потому что в то время, когда я еще учился даже, по-моему, не в финальных классах школы, у меня появился интерес и вкус к внутреннему вообще развитию, в принципе, к сфере духа как таковой, благодаря тому, что Олег когда-то запустил издательство книжное. Я пришел в Софию уже, когда это издательство было. То есть, оно появилось в 91-м году, а в Софию я пришел в 93-м. И, в общем, наверное, можно сказать, что я один из соучредителей, один из сотрудников, один из соратников. Вот в моей жизни это заняло, там, лет 15 в моей жизни, вот, и, наверное, лучших можно сказать. Не знаю, все еще, может, еще впереди. Вот. Но были, безусловно, люди, и все это шло действительно с какого-то внутреннего интереса. Ну, я думаю, что он присущ вообще всегда всем. Когда ты смотришь какой-то фильм или читаешь какую-то интересную книгу, хочется поделиться вокруг с друзьями и так далее. А тогда это гораздо было сложнее сделать, потому что, в общем, то, что мы читали, оно опубликовалось в каких-то там закрытых рукописях. И, в общем, за то, что мы это читали, еще можно было и получить что-то. Конечно, со времена были не сталинские, но, если говорить о 80-х годах, о моем студенчестве, то, конечно, мы передавали из рук в руки какие-то такие полупереведенные тексты. Были учителя таинственные, которые, в общем-то, там, каким-то образом говорили, что кому читать, передавали через кого-то. Это был такой, так сказать, андерграунд вполне, вот, вполне такой эзотерический, ну, не политический, наверное, но мы понимали, что мы ходим по какому-то такому определенному краю. Вот, если не арестуют, то, по крайней мере, ну, часть людей попадала в психушки, их отчисляли там из каких-то государственных вузов и прочее, и прочее. Это все было реально. Вот, я как-то, так сказать, умудрился пройти рядышком, не попав, во что это. Но все это родилось вот из этого, из вот этих вот репринтов, ротопринтных изданий, которые вот печатались самими на специальных таких машинах, которые стояли во всяких советских НИИ. Вот, а потом, да, это вот родилось. А печатали то, чем сами жили, то, что было интересным. Ну, конечно, первая книжка Софии была Джида Кришнамурти, «Свобода от известного». Это был, так сказать, такой манифест, безусловно, на тот момент. Я думаю, что это, наверное, была первая книга Кришнамурти вообще изданная тогда, так сказать, в легальном таком контексте. Ну, а потом, конечно, был Кастанеда, и вот с Кастанедой я уже пришел в Софию, и с этого, так сказать, вот начался, собственно говоря, софийский период моей жизни. И София как таковая, и она стала расти, и помимо Украины появилась Москва, появилась Санкт-Петербург. Дальше были другие издательские проекты, и не только издательские, и мне всегда немножко было тесно в рамках вот только книги, скажем так, только печатного текста. Поэтому были какие-то и продюсерские проекты, были какие-то фильмы. Был проект «Открытый мир» как центр. Центр «Открытый мир»? Да, с моими коллегами и друзьями. Мы когда-то начинали под руководством Володи, того же Майкова, который был идейным вдохновителем этого центра. Вот для нас, нашим другом. А скажи, а ты же был еще продюсером фильмов, по-моему? Ну, продюсером фильмов был даже не одного, а нескольких и документальных. Но, в общем, они на большой экран не вышли, не попали каким-то образом. И спектакли у тебя были, да? Да, спектакли. Был у нас, да, был спектакль по Пелевину, назывался «Шлем ужаса» в 2005 году. Он получил даже, да, это была такая новаторская постановка. Вот Джу Монтвилайте, известный режиссер, она ставила этот спектакль. И мы впервые посадили в зале порядка ста человек с компьютерами. У каждого из зрителей был ноутбук, мы объединили их в сеть. Все это транслировалось на большой экран, на котором шло еще, так сказать, действие на сцене. То есть это действительно был новаторский спектакль по постановке, по своей подаче. Сейчас много такого подобного появилось, но я думаю, что мы были первыми. И получили даже, в общем, премию фестиваля «НЕТ» в 2005 году. Ну, вот тоже, как бы, опыт такой был. Вообще интересно, мне всегда было работать с контентом, с медиа. Я понимал, что помимо книги, книга – это один из неких, так сказать, носителей, одна из форм. Да, и если брать того же Толли, да, то, безусловно, Толли – это феномен современного духовного учителя. Да, и начиная издавать его книги, ты, безусловно, приходишь к тому, что за этим стоят его лекции, за этим стоят его видео, за этим стоят его конференции, семинары, и можно его пригласить и привезти. Ты его привозил? Нет, я его не привозил, у нас не получилось. Вот он недавно совсем, ну, несколько лет назад его привезли все-таки в Москву, привезли другие люди, да. Мне удалось с ним встретиться, поговорить, пообщаться. Но мы старались каким-то образом, и, наверное, так, чтобы все-таки в нашем переводе его речь здесь звучала. Я думаю, что это неплохо получилось. Когда мы с Олегом какое-то количество лет назад более плотно познакомились, мы обсуждали совместную историю касаемо капсулы состояния. Это новаторские всякие эксперименты Олега с виртуальной реальностью, с погружением в специальную камеру, в которой можно при помощи разных современных способов воздействия переживать глубокие интенсивные мистерии, трансформирующие. То есть это не просто аттракцион, а это глубокая терапевтическая практика, которая, я не знаю, запустилась у вас или не запустилась, но я видел, как вытекали дальше красивые идеи, в том числе Олег дальше запустил историю, связанную с проектом Марс. Ты можешь сказать, что это игра? Ну, это сейчас такое модное есть слово «иммерсивные практики», да. Это погружение человека в некоторые среды, космические, запредельные, там, где он может себя чувствовать полностью погруженным, испытывая все состояния, которые возможны в этом отношении. Ну, идей как бы у меня всегда было много. Это я бы сказал. Да, другое дело, что, конечно, не все они находили свое прямое воплощение, но, в общем-то, это тоже неплохо, знаете. Более того, я знаю, что ты достаточно плотно работаешь с китайскими партнерами, и вы, я понимаю, запускали эти совместные проекты, связанные с Луной уже, да, теперь? Ну, Китай – это сейчас очень мощный такой энергетический уровень, скажем так, на всей планете, даже не просто как бы место некое такое. Безусловно, это то, что вот на наших глазах вошло в такую общую геополитику, в понимание мира, да. Мы понимаем, мы видим вот количество, скажем, китайцев, которые там на наших улицах сейчас стали встречаться, и понимаем, что это некая какая-то сила, которая стоит за этим. Вот для меня Китай – это тоже некая возможность и некая перспектива использования, взаимодействия того, что было накоплено, того, что было сделано и западной части, и России, с вот той мощью, с той возможностью, с той силой, которая появилась сейчас у китайского дракона, я думаю, что это действительно некие перспективы. Ну, в любом случае, я никогда не боялся, скажем, каких-то новых приключений, да. Хорошее слово. Мне очень хотелось с тобой пообщаться как с героем нашего проекта о предназначении, потому что я знаю отношение Олегова к вообще, в принципе, понятию предназначения и ко всему, что сейчас вокруг этого понятия происходит. Мне очень интересно, потому что некоторые даже из героев, которые вот уже предшествовали в этом проекте, ты для них являешься проводником вообще, и я знаю, что многим людям ты вообще, в принципе, показал, познакомил с разными учителями. Да, мне свозил куда-то. Ну, я сейчас все карты еще не раскрою пока. Да, но я знаю, что вот у тебя достаточно богатый собственный путь, там, по пути развития, там, по пути осознанности ты давно идешь, я так понимаю, с самого детства. Ну, еще идти, идти, еще миллионы кальп идти, что называется. Да, и ты человек практикующий, я так понимаю, большую часть своей жизни, и поэтому твое стремление было, вот я так понимаю, что книги, фильмы, это поделиться, собственно, как бы, ну, как, не знаю, громко сказать, что в мир нести какое-то духовное знание. Нет, ты знаешь, ну, какого-то миссионерского, большого, так сказать, мы не всегда понимали, на самом деле, что мы делаем, и я не могу сказать, что всегда за этим стояла какая-то осознанное желание чего-то, так сказать, поделиться. Да, что-то было интересно, во многом это воспринималось как игра, где-то, безусловно, был коммерчески интерес, но 90-е годы, и, в общем, это, безусловно, годы предпринимательской такой жилки и деятельности, да, это существовало, ну, вон, там, проект Каэлья, один, тоже много значит, что называется, он действительно выявил Софию, там, может быть, такой ряд коммерчески успешных проектов издательства. Книга алхимии. Было, да. Вообще все книги Каэлья, да, потому что там действительно появились, в отличие от Кастанеды и других изданий, какие-то миллионные тиражи, и там София вошла в десятку крупнейших издательств вообще СНГ и России. Но это тоже было, скорее, как некие использования тех возможностей, которые открывались в жизни. Понимаете, как бы, мне кажется, что о какой-то миссии можно говорить тогда, когда ты действительно понимаешь, и осознаешь какое-то свое, там, не знаю, предназначение, как вы сказали. У меня лично никогда особо, так сказать, может быть, там, в молодости, когда я был такой молодой и слишком умный, да, там возникало какие-то вещи. Дальше все-таки ты двигаешься, и ты понимаешь, что, в общем, дорога безгранична, путей огромное количество, все они равноценны, все они ведут никуда, как говорил Кастанеды, вот, что заниматься тем или иным действием, это имеет то же самое значение или не имеет никакого значения. Вот, это не софистика какая-то, просто мы понимаем, что, наверное, есть вещи, которые зависят от нас в этой жизни, в нашей жизни, в конкретной, да, есть вещи, которые нам даются, которые, в общем-то, от нас не зависят, да, как блаженный Агустин говорил, что жизнь – это дар, и наша задача, мы можем ей пользоваться этим даром, да, но не распоряжаться. Понимаете, как бы, есть разница между этим, да, и в этом отношении, если говорить о том даре, который был, который дан мне в качестве жизни, то вот я пытался каким-то образом искать, как им можно воспользоваться, и до сих пор пытаюсь искать эти возможности. Но ты чувствуешь его? Да, ну, безусловно, чем дальше, тем больше. Можно сказать, что, нет, я имею в виду дар как не личный, да, вот, как бы, там, а дар вообще жизни каждому из нас данный, и это действительно, безусловно, это великолепный дар. Чувствуешь ли ты, что ты в своем этом коридоре реальности, на своем месте в этом мире, что ты, то, что ты делаешь, это, как бы, вот, именно твой собственный путь, который тебя вдохновляет, то, что ты, тебя лучше всего получается, и ты, как бы, здесь вот реализуешь свою эту... Ну, вот, ты знаешь, чем дальше, тем слово «свой», «твой», «мой», оно отпадает. 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 Нет, есть понимание, что есть какое-то движение, может быть, оно иллюзорное, может быть, не иллюзорное, да, если, там, начинать разбираться, там, с пятью сканками, там, и залезать в какую-то, там, буддийскую терминологию шуньяты, вот, мы можем договориться, что, на самом деле, на абсолютном уровне все уже свершилось, и все, там, нормально, да, на нашем относительном уровне мы, конечно, как-то действуем и двигаемся, но в этих движениях, в этом действии, сколько тебя, на самом деле, и что ты называешь собой, да, и чем дальше я, как бы, продвигаюсь, ну, куда-то, или, как мне кажется, продвигаюсь, да, тем больше я понимаю, что, там, предложение «ты движешься», слово «ты», оно вообще, ну, лишнее здесь, движешься, что-то движется, безусловно, есть поток, да, безусловно, есть какая-то частица, которую ты можешь в этом потоке назвать собой сейчас, но она сейчас такая, завтра другая, там, 20 лет назад она была одна, через, надеюсь, 20 лет будет, если будет, будет другой, поэтому осознавать себя, как некого человека, который идет по какому-то определенному пути и получает какой-то, там, багаж от этого пути, да, какие-то, там, дивиденды, какую-то, так сказать, мудрость, я все меньше и меньше к этому вот подхожу. Ну, я так понимаю, что даже такой подход – это твоя практика. Да это не то, что мой подход, это происходит само собой, понимаешь, может быть, это результат моей практики, там, а слово «моей», да, вот это то, что происходит, да, говорить о том, что я специальным образом выстроил свою практику таким образом, чтобы, там, уйти от понимания своего «я», там, в сторону каких-то, там, более глубоких вопросов, нет, я так специально не выстраиваю, да, мне попадаются какие-то, так сказать, учителя, мне попадаются в этой жизни какие-то люди, которым я очень благодарен, да, они направляют меня, они ведут кого-то, может быть, и я когда-то, так сказать, тоже таким человеком, не мастером, безусловно, каким человеком куда-то что-то направил, правильно или неправильно, я не знаю. Но все это результат некого, там, большего процесса, как вот чаинки в этом, чайнике, да, мы все создаем вот этот чай, вот, и говорить, что вот я, там, эта чаинка, которая, вот, делаю вот этот чай, да, это, это, наверное, неправильно, это не лишняя скромность, и, поверьте, я сейчас не собираюсь как-то, так сказать, прикрывать каким-то, так сказать, какое-то такое тщеславие свое вот этими движениями, но просто ты понимаешь, что действительно, где ты вот, начинаешь разбирать, да, стандартная такая буддистская, покажи мне, где ты, да, какой-то… Да, 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 вопросы Неланды, да, ему спрашивает этот вот лес, а где, вот, есть колесница, да, колеса, это колесница, нет, да, там, это колесница, нет. Вот точно так же я и смотрю и думаю, где этот Олег, да, Олег-то кто там? Кто такой Олег, да, вот, есть этот опыт, да, это Олег, нет, наверное, есть этот такой-то опыт, нет, вот. Мы можем назвать, что да, какие-то, наверное, установки где-то когда-то были, но без этого мы не живем, есть какая-то этика, есть какая-то мораль, да, вот, спасибо родителям, спасибо, может быть, там, каким-то условиям, в которых я вырос. Ты мне поделился, что у тебя там есть учитель сейчас, на данный момент, который, по-моему, даже в Дагестан, и практику, которую он дает, в принципе, она очень простая, это практика присутствия прямо сейчас, здесь, в эту секунду, в моменте. Да, абсолютно. Вот как ты, как у тебя это вообще, к этому интерес пошел? Откуда? У тебя были какие-то тяжелые болезни, околосмертный опыт или... Да, ты знаешь, на самом деле это через смерть прошло, да, и причем я не знаю, что получилось, появилось раньше, либо мой интерес к смерти, потому что я помню, что, в общем, в какие-то свои даже совсем не очень осознанные детские годы меня как-то завораживало и само понятие смерти, и какие-то вещи с ней связанные, там, похоронные обряды, кладбище, что-то. Так сказать, связано с этим. У меня были два опыта, которые можно назвать, там, околосмертными переживаниями. Один в таком неосознанном детстве, второй уже в более-менее осознанном состоянии. Насколько это связано, что появилось раньше, я сейчас не могу сказать. Либо этот интерес, либо эти опыты как-то, так сказать, подвигли. Но, в общем, естественно, интерес к смерти он каким-то образом выводил на интерес к религиям, к тем ответам, которые в религиях, в разного рода религиях должны быть на те вопросы, которые, так сказать, возникали у ребенка, у человека. Вот почему-то они возникали. Может быть, они возникают у всех, я не берусь сейчас судить за всех. Но для меня это было каким-то толчком, да, в общем, который постепенно выводил там через вот религию, через то, что я не смог в тот момент как бы найти эти ответы, или они мне не показались такими очевидными. Вот. Дальше начался какой-то поиск, там, связанный с другими практиками, с направлениями, с тем же Кастанедой, который действительно оказал на меня очень большое влияние. Безусловно, не просто как автор там книг, которых мы издавали, но как человек, который внес концепцию путевоина, который, ну, для меня считается очень сильной, так сказать, внутренней. Вот. Это концепция, которая действительно зависит от нашего выбора, как я считаю, да, как Кастанеда говорил, что есть, на самом деле, только один выбор. Либо следовать путевоина, либо его не следовать. В остальном ты не власти над своей жизнью. А можешь вспомнить, поделиться, что такое путевоина, как Кастанеда? Ты знаешь, на самом деле для каждого это может быть свое. Для меня есть два критерия, которые определяют путь воина. Первое – это вопрос ответственности. Вот. Кастанед писал, что воин берет ответственность за все на себя. И это не просто позиция, это действительно понимание того, что он встроен в это полотно мира, в эту природу реальности. В отличие от обычного человека, который постоянно ищет, как бы, эту ответственность, значит, от нее уйти, да, куда-то, так сказать. Это первое. И второе, что для меня, в общем-то, до сих пор остается какой-то загадкой, энигмой, но она меня, эта загадка, она вдохновляет. Это понятие безупречности. Да. Это понятие безупречности. И помните, когда Кастанеда гулял там в горах с Доном Хуаном, он остановился завязать шнурки, и там свалился камень перед ним. И на что, так сказать, Дон Хуан, который там был склонен к дидактизму, сказал, что, ну, вот видишь, да, вот сейчас ты остановился, сила тебя остановила, да, и камень прилетел рядом. Но в следующий раз ты остановишься, а сила отправит этот камень прямо на то место, где ты стоишь. Все мы верены этой силе. И Карл спрашивает, ну, а что мне делать тогда, если мы все верены в этой силе, что делать остается человеку? На что Дон Хуан говорит, безупречно завязывать шнурки. Вот этот, как бы, ответ, стараться безупречно завязывать шнурки, это составляющая. Я еще знаю, что ты же, на самом деле, путешественник, и ты был в очень необычных местах планеты. И я так понимаю, что ты и Тибет, и Ладак, да, и Индия, понятно, и Африка. Нет, вот Африка, вот Африка, Латинская Америка мне очень нравится, да, и Северная Америка. Но вот Африку я еще не затронул, Черную Африку, на самом деле, очень хочется туда попасть, и к пигмеям. Да, особенно, да, вот в Камеру. И ты по тропинкам практики ходил очень по-разному. Это потому что ты в разные конфессии, религиях, философских течениях. Практически все примерял, да. Все на себя примерял. И Кастанет, это такой наибольший отпечаток, да? Да я не скажу, что наибольший. Он, наверное, был в какой-то своем периоде тогда наиболее сильный, но в тот момент, когда это казалось действительно очень энергичным, очень волевым. Да, это были там мои 20-летия, понятно, что как раз... Потом у тебя Зокчен, христианство. Ой, да, буддизм, да, и христианство, и суфийские практики, ну, в общем, и каббала. Все, я ничего, собственно говоря, не отвергал, что-то меня отвергало, может быть. Но ты книжный издатель, понятно, что ты через себя все пропускал. Да. Да, поэтому, ну, вот, слава богу, что у нас... Мы счастливое поколение, я имею в виду вот себя, наверное, ты помоложе, что вот у нас действительно появилась такая возможность, если взять там моего отца, который вот там старше меня на 20 лет, с лишним, то, конечно, у них просто не было такой возможности. Не было возможности столько читать, не было возможности там столько ездить, не было возможности там встречаться с тем количеством людей, да. И в этом отношении мы, наверное, первое вот такое поколение, там, не знаю, следующее, если угодно, там, да, кто был просто, которому открылись эти двери, и мы, как вот эта вот вода, знаете, в плотине, когда ее там долго держали, она хлынула вот с этим потоком. Да, в прямом контакте с мастерами, со всеми, я так понимаю, ну, что там, Костаново, например, там, Сидерский, по-моему, да, как-то взаимодействовал? Ну, Андрей, да, Андрей очень много оказал тоже влияние и на меня, и своими переводами, и своими практиками. Поле у вас сильное такое, мастерское. Это действительно было поле, потому что это была коллективная работа, я не думаю, что вот кто-то один мог бы на тот момент осилить всю эту там работу, да. Вот была Инна Старых, не так давно ушедшая, это главный редактор Софии, она действительно, она была старше нас всех, мы были моложе на тот момент, но это была такая проводница в этот мир, вот такой женский архетип матери, которая вот просто направила нас, многих, Юра Смирнова, Сидерского, меня и еще очень многих людей в этом направлении подсказала, показала, вот, и во многом, там, в большинстве своем, София состоялась благодаря вот ее мудрости, ее, как бы, движению, она нас, мы же были молодые, нас смотала, кидала. Нас надо было направлять. Да, нас надо было направлять, направлять именно по-женски, не по-мужски, как бы, вот, иногда можно было, конечно, по-мужски выдать, как бы, каких-то вещей, но вот, во многом, София, это, конечно, Инна. Были ли какие-то у тебя, вот, прикосновения к тому, что Кастанет называет силой? Были ли какие-то у тебя трансперсональные глубокие переживания? Ну, у каждого, у каждого человека, наверное, они были, я думаю, что каждый человек испытывал какие-то в своей жизни, ну, безусловно, да, с каким-то там, хотя бы минимальным опытом и чувствительностью. Конечно, конечно, можно судить там о разных каких-то, рассказывать, ну, некие там мистические истории, не знаю. У тебя их тоже, кстати, хватает. Ну, хватает, да, 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 так сказать, они там какие-то личные, они связаны с какими-то людьми. Безусловно, это все было, иначе, иначе бы это не так интересно, наверное, было. Это потому что, я вот, знаешь, уже многократно общаюсь вот с мастерами разными, а я вот, например, слышу, ты сейчас скажешь, что ты себя так не считаешь, конечно, я просто слышу о том, что когда ты на своем пути, на своем месте, то вот этот поток, в нужное время, в нужном месте, нужные люди, знаки, подсказки, вот, что подсознание, по меньшей мере, общается на языке символов и метафор и ведет. Вот, но когда ты не на своем месте, что у тебя, ну, ты просто не слышишь. Там здоровье летит, причины, какие-то обстоятельства, я там... Ну, ты знаешь, я, можно сказать, вот по своей натуре, я скептик. Ты скептик. Да, несмотря на вот такой я скептик, романтик, да, я всегда ко всем, так сказать, вот предложениям этого пути относился изначально скептически. Проверял, да? То есть, скорее, вот у меня никогда не было восторженного приятия, там, ни одного мастера, ни одного пути, ни одного, скорее, наоборот. Вот, я всегда, когда кто-то появлялся на моем горизонте, я говорил, так, не я, не очень в это верю, и вообще этого не бывает, и вряд ли это так, как вы мне здесь рассказываете. И в книжках написано одно, а на самом деле в жизни всегда случается по-другому. То есть, первое, это не отторжение. У нас должно быть понимание какого-то разделения, да, внутреннего отделения. Если ты будешь пытаться пить из каждой лужи, луж много, да, ты все-таки в этом отношении один. Для меня вот наука по-прежнему остается очень важным составляющим всей моей жизни. Я действительно всегда, там, я мечтал стать ученым, но, так сказать, не получилось. Стал... Стал продюсером ученым. Заниматься, да. И больше сейчас, наверное, то, что я делаю, это как бы работы, связанные даже в институте, то, что мы делаем по космическим исследованиям, это все-таки связано с менеджментом, с организацией этих работ, чем с непосредственно с какими-то там принятием участия в экспериментах. Вот. Но для меня наука – это некая новая все-таки, если угодно, религия. Я считаю, что именно современная наука, вот именно современная наука, не та, которая была там 50 лет назад, она сейчас на переднем крае духовности. Вот если искать Бога, вот не побоюсь такого, то надо искать его в науке. Я буквально недавно как раз слышал от одного из мастеров, с кем мы общались, который близко общается с Далай-Ламой, он рассказал, что Далай-Лама грезит квантовой физикой, что он все время говорит о квантовой физике сейчас. И он занимается тем, что он все религии сейчас соединяет, и соединяет это еще с наукой, что вот он прямо живет этим человеком. Он действительно так, потому что мне посчастливилось несколько раз встречаться с его святейшеством. На меня он оказывал всегда очень сильное воздействие на всех уровнях. И те люди, которые видели, как я, так сказать, преображаюсь при встрече с ним, они это все отмечали. Я сам это не видел, но тем не менее. Я знаю, просто вот мои коллеги были в прошлом году, они ездили по тибетским монастырям, которые в Индии расположены основные сейчас. И делали это с благословения его святейшества, встретившись перед этим с ним. Это ученые, они ездили с научной аппаратурой, они исследовали те феномены медитации, околосмертных состояний, ну вы знаете, которые с буддизмом так или иначе связаны. И при встрече с Далай-ламой он подчеркивал очень большую важность именно научного, методического подхода к изучению вот этих вот феноменов. И в этом отношении, конечно, буддизм одна из немногих нынешних современных религий, которая готова развиваться, готова включать в себя и сама включаться вот в этот процесс познания, который, конечно, не останавливается. И ты, кстати, практикуешь буддийскую практику разных направлений, Ты знаешь, я практикую то, что связано с моим определенным жизненным опытом, это та уже практика, которая сложилась, я не могу назвать ее буддисткой, она не является прямым повторением каких-либо там буддистских... То есть ты ходил по всем? Она связана, она такая, может быть, эклектичная, это как вот у меня там сложилась какая-то своя йога, которой я там занимаюсь, и это смеси из того, чего... Ну вот просто это подходит мне по моей конституции, по моему возрасту, наверное. Оно помогает точно так же и с медитацией, и с какой-то определенной практикой. Я единственное, что стараюсь быть регулярным в этом отношении, не подпускать по возможности, да, проводить это. Ключ появляется, постоянство, регулярность. Да, это важно. Тапас, да? Да, да, да. Это очень важно, да. Можешь ли ты что-то подсказать людям, которые вот сейчас, может быть, вот начинают только? Может быть, ты можешь какую-то простую практику, которая тебе помогла, твоя какая-то житейская, ну, например, практика присутствия, только на ветках, вот, поделишься? Знаешь, я не знаю, самая простая практика – это дыхание, конечно, осознанное дыхание. Это то, что мы можем практиковать везде, всегда, и для этого не надо там даже сидеть со скрещенными ногами или там находиться. Внимание на дыхание, и мы понимаем, что вот мы здесь. Любая практика, она только, только действие некое. Действие, в моем понимании, оно может быть само по себе нехорошим, не плохим, и практика как таковая не может привести тебя к никаким неким понятным результатам, если ты занимаешься только практикой. Есть две составляющих, и это не я сказал, да, сказали те же самые мастера. Первое – это все-таки составляющая внутренней дисциплины, внутренняя добродетель. Потому что без этого, вот без этого, без этой основы, без старания, конечно, там, катастрофически сложно быть святым. Это практически невозможно в нашем, так сказать, понимании святости в современном мире. Катастрофически сложно там даже, не знаю, воспринимать все, что там говорится со стороны любой из религий в области каких-то ограничений или там самоограничений. Я не призываю к монашеским каким-то вещам, да, но я говорю о том, что без некой основы, вот без этой, да, там, яма, не яма и так далее, любая практика – это просто набор пустых действий. Это становится, извините, лайфспрингом или там какими-то, так сказать, да. Люди приходят, накачиваются энергией, им даются какие-то инструменты, ну, а дальше все это там превращается в пьянку, гулянку и что, понимаешь? Вот сколько мы видели таких людей, которые там духовно опустошенные, несмотря на то, что они якобы даже практикуют там, вот. Вот. Только эта основа, а откуда она берется? Ну, не знаю, из воспитания, из нашей, так сказать, морали, из того, что нам говорят наши родители, да, из той какой-то мудрости, которой мы можем у наших, там, старших людей, предшественников, если этого нет, все, что делается, как бы оно ни называлось, да, религиозным, духовным, там, и так далее, оно делается вот на пустой основе, да, это построить, попытка построить на песке какое-то здание, оно неизбежно разрушится. Или разрушить его эго? Ну, это как бы всегда происходит, да. Эго неизбежно развивается, и оно так или иначе развивается теми же практиками, и это путь, через который там проходишь. Но если, опять-таки, нет некой основы, понимаете, есть три вещи, которые очень связаны между собой, да, опять-таки, не я это говорю, это вот практика, это добродетель назовем так, да. Практика, добродетель. Да, и мудрость. Мудрость. Мудрость, которая, в общем-то, позволяет тебе все это соединять, и они, это три ножки, три столпа, которые между собой связаны, да, потому что понятно, что практиковать только добродетельной силе воли очень сложно. Мудрость как вытекающая. Да, она вытекающая, но это такое, это очень взаимосвязанные вещи, понимаете. Как вот у буддистов сказано, да, чем больше вырастает прад keine парамита, тем больше вырастает сострадание. И чем больше вырастает сострадание, тем больше прад keine парамиты. Это связанные вещи, понимаете, вещь, которая культивируется одновременно. Практика, мудрость и добродетель – это три вещи, которые культивируются одновременно. Чем больше появляется мудрости, тем легче становится жить добродетельно. Потому что ты не можешь уже сделать какие-то вещи, даже если тебе приятных когда-то раньше было делать. Просто все это выходит из твоего состояния. Ты не можешь не практиковать, потому что это становится какой-то частью твоей жизни. И ты делаешь это не для чего-то, не для того, чтобы достигнуть каких-то отметок, значков, ГТО и так далее. И эти вещи взаимосвязаны, но мы должны же понимать, что это все равно только какие-то наши действия на пути. Не более того. Не надо из этого делать… Понимаете, это лодка, это не цель наша. Мы сюда пришли не чтобы кататься на лодке по самой красивой реке. У нас все-таки могут быть какие-то другие задачи. Не знаю, какие, я не хочу это сейчас обсуждать. Хотелось тебя предназначить. Ну, делать из этого практику. Понимаете, предназначение, почему мне не нравится, ты говорил про это. Потому что я против некой коммерциализации вот этих понятий. Предназначение на том уровне, которое сейчас используется большинством, скажем так, коучей, тех людей, которые проводят какие-то, какого-то рода. Это некая, с моей точки зрения, такая вот интенция, что тебе надо правильным образом найти место в этой жизни. Правильным образом устроиться так, чтобы тебе было здесь хорошо, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было комфортно. Не только внешне, но и внутренне. Чтобы, так сказать, мог бы быть богатым, здоровым, любимым. Я ничего против этого не имею, понимаете. Но при этом это не является целью жизни человека. Я не знаю, что является, я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос, но это точно не является целью жизни человека. И те же самые буддистские, святые и христианские учителя, они говорили, что этот мир, он изначально не для комфорта. Если мы имеем в виду мир вот этот, в котором мы сейчас находимся, понимаете. Потому что этот мир богатых и бедных, боли и страдания, да, счастье и несчастье. Если ты будешь только искать счастье, богатство, здоровье, то ты неизбежно уйдешь в ту сторону, которая является тупиковой. Как бы все-таки мы должны принимать одно и второе и третье. И в этом отношении предназначение, это не какая-то специализация, это не какой-то поиск места, где тебе хорошо под солнцем. Вот я нашел место, да, мне хорошо, я сижу, читаю хорошую книжку или пишу там что-нибудь, картину, да. И вот я нашел свое предназначение, да. Мне в кайф все это. Это человек не муравей, понимаете. Человек не особое предназначение, его, наверное, все-таки заложено даже не в нем самом, да. А в некой той картине мира, в той природе, которая сделала его человек. Ты против именно самого подхода к этой теме в это время, то, как это сейчас вот подается и разбирается, ну, к коммерциализации. Ну, можно ли я с другой стороны перефразировать? Ты, можно сказать, что твое отношение к этому термину, это больше как к пути, к пути, по которому, путь как бы осознания, что ли, своей жизни, осознания себя? Ну, я не знаю, что такое предназначение. Есть разные уровни, да, там, предназначение желудя вырасти в дерево, да. Я понимаю, что это очень многое слово. А если желудь съела свинья, то, значит, желудь не выполнил свое предназначение? Или наоборот, или у свиньи родились детки, и предназначение желудя было в том, чтобы ее съела свинья, и родились там поросят хорошие? Ну, да. Твое дело в жизни – это не то, что ты делаешь, извините за тавтологию, да, не всегда то, что ты делаешь, да. Вот, и пытаться бухгалтеру объяснять, что ты несчастен, потому что ты бухгалтер, а если ты начнешь рисовать картины, ты сразу обретешь свое предназначение, вот. Ну, наверное, с моей точки зрения, это не совсем честно. Вот назовем так, оставляя в сторону некие коммерческие стороны этого вопроса, да. Потому что неважно, будет он заниматься там бухгалтерией, которая ему не нравится, да, или писать картины, которые ему нравятся. Все равно конец у нас у всех один. Во всех смыслах, во всех отношениях. Я понял по поводу этого термина. Мне интересно тогда то, что Дон Хуан Матос и Карлос Кастанена подразумевают под путем сердца. Можешь свое отношение к пути сердца поделиться, что такое… Он скорее говорил путь с сердцем, он говорил, что все пути одинаковые, да, но у одних есть сердце, а у других нет. Поэтому, когда ты идешь по пути с сердцем, да, ты испытываешь, ну, какое-то, так сказать, благословение. Когда ты идешь без пути к сердцу, ну, ты испытываешь… Но, заметьте, он сказал, что все пути ведут в одну точку. Да. И в этом отношении путешествовать с сердцем или путешествовать без сердца, ну, это вопрос комфорта. Бизнес-класс или эконом. Если угодно, вот. Моя трактовка такая. Все, она закончится все одним. Все мы там будем. Если люди, которые нас сейчас смотрят, находятся в состоянии тотальной потерянности, там, темной ночи души, и не знают, что впереди, и боятся сделать этот шаг. Вот у тебя есть какая-то… Как ты действовал? Что тебе помогает? А нет выбора. Выбора нет. Когда ты понимаешь, что нас все равно ждет всех один конец в том отношении, что все мы смертные, да, мы живем в бытии смерти, как Хайдеггер говорил, да, мы понимаем, что нет выбора, сделаешь ты этот шаг или не сделаешь, да, и в этом отношении это огромная свобода. Это освобождает человека, как это ни странно, да. Мы понимаем, что конец так или иначе один, да, и прыгнешь ты с парашютом сейчас или там случится что-то другое, ну какая в конечном счете это разница по сравнению с той вечности, которая нас ожидает, поверьте. В общем, просто как бы надо брать… Это не фатализм, да, просто понимать, что все уже случилось. В общем, если ты осознаешь, что твоя жизнь дружится, и ты, короче, понимаешь, что ты не своим делом занят, но боишься пройти туда, просто прыгай туда иди. Просто прими это, и все, да, в конечном счете. Настолько, насколько возможно. Спасибо за рецепт. Все всегда прекрасно. Слушай, рецепт как раз вот такой, прям, человек, идущий по путевой, да. Благодарю. Спасибо. Очень емко, мне очень интересно и, я думаю, полезно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...